Ну, наверное, так. Так, я воспользуюсь микрофоном, так будет нас лучше слышно. Привет, это снова Зави Лэнд. Так получилось, что наконец-то мне достался идеальный попутчик. Хуан Калас. Приехал из Перу для того, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате мира по футболу, который вот-вот да и закончится. Как вы уже говорили, ты диджей. Кто известный продюсер в Перу? В Перуе мы не производим электронную музыку так много. Так что 90% людей слушают более латинскую музыку, как салса, как бачата. Так что они используют танцы. Ну, вот я и забыл, о чем я хотел поговорить дальше. И нос зачесался у меня еще. Зачесался. Это мой танец. Зачесался. 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 Милого я узнаю по запястью. Вот по такому мощному запястью. Пусть даже с тремя браслетами, но зато тряпичными. Я ездил на Вакен, самый крупный в Европе фестиваль тяжелой музыки. Да ладно, ты тяжеляк что ли любишь? Нет. Сначала что-то легкое слушал, потом тяжелее, тяжелее, тяжелее. Окей. Как ты узнал об этом фестивале и что-то там увидел? У меня друг притянул. Вот он здесь сидит. Трех основных хедлайнеров сейчас назовем. Европа. Круто. Какая группа? Европа. 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 Файнал Канта. Так, ты в Диапану. В Диапану. Всем привет, спасибо, что подошли к началу нашего знаменитого фестиваля. Мога Бутик по фестивалям, 13 лет нам в этом году, у нас юбилей сегодня, в общем-то. Подвинь, пожалуйста, Эдвин, вот этот вот мусорный бак куда-нибудь его убери отсюда. Назад, наоборот, за это. Мы играем каждую по отдельности в разных группах, но вместе мы составляем единое четырех группе Е, если это так можно назвать. Про свободу. Мне кажется, что мы свободны от какого-либо пространства. Это является сейчас важным или неважным, но тем не менее мы очень свободны. Мы все-таки освободим, мы свободны. То есть мы вместе, но мы каждый по-своему свободны. Мы едины. Раз, два, три. Да, пару слов. Дело в том, что сейчас наш резорт, назовем его так, Нарва-Эсу, Нарва-Эсусь, Нарва по-русски. Сейчас находится в довольно-таки хорошем предпочтительном положении в плане географического. То есть очень много людей приезжает из Москвы. Какие свои очки надену пока? Пожалуйста. И дело в том, что у нас сейчас напротив Мересу существует... Мересу – это гостиница, спа, отель. И напротив Мересу маленькое местечко, где мы продаем с помощью стихов свою сувенирную продукцию. Каких стихов? Что за стихи? Ну, например, вот сижу я на заборе, вижу море. Хош-магниты, хош-брелки, уж 5... Так, хош-магниты, хош-брелки, так, 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 хош-магниты, хош-брелки. Вот на этой площадке... А как это все продается? То есть это вот магнитики со стежками или что? Да, вот такие вот магниты с видами различных городов на холсте. Мы делаем это на площадке, и молодые ребята с помощью стихов пробуют... Ты сейчас не стебешься недавно? Это действительно, да? Ну, я сегодня только что продал это. Конечно, Дим, я в онлайне только что. Ты что? Кроме шуток. Сувенирная продукция на стихи Александра Окунева и молодых ребят. Хош-магниты, хош-брелки. Если хочешь, мы можем пить с тобой из одного стаканчика. Мне рассказали о том, что этот джин настаивался несколько недель. И он такого цвета только лишь потому, что он настаивался несколько недель. У меня есть базилик? Нет, базилика нет. Попробуй. Это обзор? А? Это не абсент, нет. Я про обзор спросил. А-а-а. Ну, как тебе? Фантастика, да? Да, фантастика. На самом деле, знакомиться нужно вживую. Да. Вживую. Вот сейчас, как мы это делаем в славном клубе Ро-Ро. Давай, вот сейчас как раз у тебя есть возможность с кем-нибудь познакомиться, тем более, что я с камерой. Можно сделать вид, что мы репортеры с тобой, а ты кого-нибудь подцепишь. Ну, если мы пройдем туда, или мы сделаем, то есть я могу сейчас, на самом деле, репринтезовать свою сувенирку. Мы уже интегрировались в мой видеоблог «Твоя сувенирка», теперь вся Россия знает про твою сувенирку. Как говорится, Терра Тулимаст Нарваст, добро пожаловать в Нарву. Пойдем, найдем, посмотрим. Бархатным плащом ночь накрыла нас, и плывла гуна по лужам в стиле «Брас». Сейчас. Добрый вечер, здравствуйте. Мы увидели вас издалека. Да не мы, а ты. Ты и я тут при чем? Хорошо, мы, я говорю про себя. И мы хотим сделать вам подарок, маленький презент, который, может быть, заставит вас улыбнуться. Это такой магнит, связанный с Нарвой. Это вам маленький презент, пожалуйста. Спасибо большое. Да, это очень хороший художник. Союзных художников в Эстонии находился Виктор Береснев. Здесь маленькая подпись. Это, чтобы вам на добрую память, на добрую, чтобы вы могли куда-то поехать в какой-то другой город и сказать, вот, «I was born in Narva», «Я рождена была в Нарве», «Терра Тулимаст Нарваст». Спасибо. У вас очаровательная улыбка, замечательные глаза, и нам просто хотелось бы сделать так же маленькое, поэтическое. Отступление вы очаровательно прекрасные и обожительно милые. Как жаль только что, вы не из Москвы. Москва, конечно, город уж большой, но Нарва здесь город дорогой. Да, спасибо большое, спасибо. Да, верните магнит, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, это подарок, это подарок. Публичная... лобковая кость Наружное отверстие пениса Головка пениса Наружное отверстие уретры Яичко Семяное отверстие Семяной пузырек Доброе утро, Рига! Это как-то по-особенному звучит Не так, как Доброе утро, Москва Или Петербург, или Таллин Есть! 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 Держи! Димас, тебе яблоко на башке Расскажу вам историю одну Вы помните певицу Свету? Значит, довольно Мне уже не больно А это... Скажи мне что? Что мне делать сегодня Со своей любовью? Это я уже потом узнал, что она была На концерте группы «Сегодня ночью» Главный-то вопрос Как найти этого диджея На... промо-диджей, например, или где-то Что ты назвал? Диджей Хуанка На самом деле это бардачок от велосипеда А, круто! Да, но кожаный, но кожаный Вот, а в Петербурге, да, мы в любой момент приезжаем Делаем определенный проект С Петербургом, с Ингушетией С Петербургом С Петербургом